Бег на 60 метров, прыжки в длину, метание мяча, отжимания, подтягивания и эстафета. В таких спортивных дисциплинах свои достижения демонстрируют участники. В командах не только легкоатлеты, но и борцы, и даже шахматисты. Юлия занимается плаванием. Девочка рассказывает, сложнее всего было подготовиться к бегу. Спортсмены по плаванию, они тоже сильные, но по бегу, ну, бывает тоже проблема. Ну, для спортсмена это не очень сложно, потому что если человек занимается спортом, он будет сильным во всем. С трудностями столкнулись и велосипедисты. Несмотря на это, с каждым годом результаты воспитанников улучшаются, рассказывает тренер. Здесь нам, конечно, тяжело с легкоатлетами сыноваться, но мы будем стараться быть с ними наравне. Потому что мы не только быстро ездим, но еще и можем быстро бегать. Такие сынования показывают детям, что спорт есть, спортом надо заниматься, развиваться. Мы всегда активны, мы никогда не сидим на месте, мы или бегаем, или ездим. В области подобный чемпионат проводят дважды в год. В этот раз участвовали около 380 юных спортсменов. Самое сложное для меня, я на прошлой тренировке металломяч, я пока не очень это делаю, для меня это пока сложновато. Самое сложное, это было подтягивание. Думаю, будет легче под следующий раз. Турник самый тяжелее, ну, было самое тяжелее. А бег, ну, просто. Демонстрировать достижения приехали спортсмены из Донецка, Макеевки, Дзержинска, Мариуполя, Ясиноватой, Шахтерска и других городов региона. С каждым годом количество участников увеличивается, говорят организаторы. Это как раз первые старты для наших малышей. И мне хотелось бы, чтобы эти первые старты, они на всю жизнь запомнили. Именно эти первые победы принесли им удачу в жизни. За 15 лет очень много воспитанников сборной Донецкой области выступают на наших соревнованиях. И сейчас, на данный момент, защищают честь Донецкой области. Цегоречные инициативы нашего президента Виктора Федоровича называются «Дети майбутнє Украины». И мы покликаны, дорослые, сделать все для того, чтобы дать возможность и создать такие условия, чтобы дети могли заниматься спортом. Видите тут детей, когда они свою энергию, свои какие-то задачи показывают, развивают. Это намного лучше, чем видеть их каждый день рядом с компьютером. Победители чемпионата определили как в личном, так и в командном зачете. Им вручили грамоты, кубки и медали. Светлана Киктева, Лина Калмыкова, Панорама.